Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Я вас всех очень сильно люблю. Хотелось бы сказать в начале видео. И спасибо вам огромное за то, что столько человек подписались на мой канал. Видео, где я говорю про свой день рождения, там я попросила всех сделать мне подарок и подписаться на мой канал. И вы не поверите, за один день тысяча, тысяча сто, по-моему, человек подписались на мой канал и вам в инстаграме выкладывала. В общем, давайте начнем. У нас сегодня аджарские хачапури. Вот так вот они выглядят. И вот, смотрите, как хорошо пропеклись. Мягенькие, прям как пух, готовят у меня мамы их. Рецепт я вам оставлю, там просто идеальное тесто. Любой чайник даже я могу приготовить по этому рецепту. Офигенные аджарские хачапури. Здесь еще сыр сулугуни, он вообще обалденный. Кайф. Чистой воды, кайф. Я завтра решила снимать для вас очень крутое видео для инстаграма. Ну, как очень крутое. Скорее всего, я засниму, все меня обосрут. Но ничего, я буду учитывать все ваши комментарии. Так что пишите. Я не обижаюсь, честно. Я хочу для инстаграма снять макияж. Если хотите, я даже завтра открою инстаграм. Чтобы кто хочет просто посмотреть, но не хочет подписываться, чтобы у вас была такая возможность. Я в инстаграме смотрю макияжи. И меня прикалывают не то, что как делают макияж, а просто как с эффектами снимают это все. Как-то профессионально, классно. И мне хочется просто пробовать, как у меня получится. Получится ли вообще с эффектами как-то круто снять? В общем, есть у меня пару идей. Просто с мукбанками особо монтаж не усвоишь. Потому что что здесь монтировать? Что здесь такого эффектного сделать? Я хочу научиться хорошо монтировать видео. Я бы даже хотела пойти на курсы монтажера. На мой взгляд, монтажер это очень творческая профессия. Очень интересно. Мне бы было очень интересно, например, монтировать какие-то клипы. Вот. Да хотя можно самой себе что-то снимать. А у меня есть идея Снять сериал Фантастический Про Твикса. Как вы думаете? Либо в инстаграм залить. Такая идея ко мне пришла не спонтанно. Я увидела Что-то наподобие В тиктоке. Я подумала, почему бы нет. Просто очень крутая идея. Но об этом вы узнаете в инстаграме. А сегодня хотелось пообсудить Такую тему Как проверка в отношениях. Одна из моих подписчиц. Ими не буду я называть, потому что она сама попросила. Она просто делится своей историей И просит у нас у всех Помощи и совета. В общем, я вам перескажу ситуацию. Они три года встречаются с парнем И она просто решила его проверить. Попросила знакомую Своей подруги Написать ему Она такая Вся из себя чекуля И он повелся Начал с ней общаться Уже на протяжении 10 дней Каждый день он с ней общается Хотя они живут вместе Уже предложила ей встретиться И вот что делать в таких случаях И вообще, девчонки Как вы относитесь к проверкам? Стоит ли мужчин проверять? Или все-таки это ерунда? Если говорить чисто мое мнение Я считаю, что проверки нужны Иногда Очень полезно узнать Человека, который перед тобой Узнать его не через три года А узнать, например, через три месяца После начала отношения Просто так Желание кого-либо проверить Оно не возникает Мне кажется, есть какие-то предпосылки Значит, вас что-то не устраивало В нем Ведь мы женщины Мы чувствуем Когда он не заинтересован Когда он постоянно в телефоне Мы понимаем, что что-то не так Кто-то там есть И я Отношусь положительно К этим всем проверкам Мне кажется По крайней мере Надо Сесть за стол И поговорить Не делать вид, что ничего не случилось Если вы готовы Это простить И жить дальше С этим человеком Не факт, что через пять-семь лет Не повторится Я недавно общалась Со своей двоюродной сестрой И вместе с нами Учились девчонки Я помню, что в те времена Когда мы учились в девятом классе У них были парни Так вот, они до сих пор вместе И я всегда белой завистью Смотрела на людей У которых очень долго Отношения Всегда поражалась Как люди сохраняют отношения Годами просто Всегда восхищалась Мои отношения Вот сейчас с парнем Это самые длительные Отношения в моей жизни И можно сказать Серьезные Но иногда смотрю Люди свою любовь Пропускают через года Пять-семь лет вместе Девчонки, среди вас Если есть Отпишитесь, пожалуйста Мне реально Просто интересно Вот в чем секрет Таких длительных отношений Неужели люди Не надоедают друг другу Или как-то со временем Или как-то со временем отношения Меняются Вот Насчет проверок Когда Нашим отношениям Было, по-моему, Четыре месяца Я решила проверить Она Попросила Коллегу Ему написать Он ничего не ответил Прошла неделя Две Он ничего не ответил Когда мы увидимся Я спокойно могу взять Его телефон Посмотреть Его переписки Но я давным-давно Это уже не делаю Я просто Раз в семь Наверное Восемь Брала его телефон Никогда Ничего не находила Он вообще По натуре Такой Верный человек Но Есть у вас Сомнения Если вы хотите Проверить человека Значит Что-то вас Не устраивает Мне кажется В таком случае Лучше проверить Узнать Какой человек Нежели потом Там остаться С двумя детьми Бедная Брошенная Хотя Всякое в жизни бывает Но Все же У меня подруги Была такая ситуация Подруга проверила Своего парня И он ответил Начал переписываться Потом Потом она сказала К ему И он Знаете Что ответил Он сказал Так я знал Что это Проверка Я специально Угорал Хотя Там По переписке Понятно И она Естественно Простила Дальше Общалась Еще полгода Где-то Они встречались И в конце Она просто Поняла Что у нее Нет доверия Нет чувств Она не может Его просто Одного Куда-то Отпустить Как же это вкусно Просто Большой Такой Хачапури Для меня Просто Как булка Маленькая Из столовки Горячий Тает во рту Так что Если бы я Оказалась Была В такой ситуации Я бы Однозначно Не терпела И возможно Если ты уйдешь Он поймет Насколько Он допустил Большую ошибку Будет еще Умолять И просить Тебя Вернуться Обратно А просто Прощать Все что угодно Неправильно Как же это вкусно Пока Хачапури Готовился Твикс Просто У него Был Нервный Срыв Проблема В том Что Волосы От кофты Проблема В том Что Твикс Нравится Запах Ты Отрываешь Например Кусочек Булочки Отдаешь Ему Он не ест У него Корм Полная Миска Не ест Ему только Надо Сырое Мясо Сырое Мясо Колбаса Там Сосиски Если Сосисок Нарезать Много Если Будет В миске И дофига Сосисок Он Это Тоже Есть Не Будет Каплизный Такой Стал Я Сижу Ем Крабовые Палочки Он Такой Весь Из Себя Мяу Мяу Дай Мне Я Даю И Как вы Думаете Что Он Делает Не Ест Дальше Опять Мяукает Что То Что У тебя В руках Дай Ме Даю Он Опять Не Ест Мяукает 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 Я вам Обязательно Ставлю Рецепт Потому Что Это Очень Вкусно Не То Что Глотаешь Просто Тает Во Рту Обязательно Напишите В Комментариях Что Вы Сделали В Такой Ситуации Если Вы Поймали Своего Любимого На Вранье Простили Вы Или Нет На Этом Все Всех Люблю Целую С Вами Блайк Эмили